На Канарских островах из-за песчаной бури отменены и задержаны почти четыре сотни рейсов. Видимость во многих районах нулевая. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду. Из-за этого на севере Тенерифе не могут потушить крупный лесной пожар. О других природных катаклизмах в мире расскажет Евгений Лядов. Минута града. Из дерева не просто листья, ветви срываются. Люди укрываются в машинах, железная крыша еще выдерживает, а стекло вот-вот треснет. Еще немного и трещины превращаются в пробоины. Капот джипа словно молотком отбивали. В офисах не выдерживают крыши. Из-за сильнейшего шторма в Австралии попадали уличные фонари. Люди даже обращались в больницу. Бассейн словно из картечи обстреливают. Ветер выносит стулья с балкона. Дороги, газоны усеяны огромными градинами по 5 сантиметров в диаметре. Попадавшие деревья блокируют людей прямо в машинах. После безумных штормов очередная вспышка лесных пожаров. В Австралии они бушуют уже больше полугода. В целом температура воздуха в Австралии с начала 20 века повысилась примерно на градус. Однако, стоит ли это считать признаком глобального потепления? Ребят, ну это ну вообще просто, просто, просто вообще. Я в шоке, я в шоке. Эта зима, это январь. Ежи бегают. Блин, я офигею. Проснувшиеся ежи, лягушки, прыгающие с ветки на ветку над снежным покровом с проплешинами. Божьи коровки, бабочки. Московская зима, оказывается, оказалась еще не самой теплой. Во Франции в феврале установлен новый температурный рекорд. Люди отдыхают практически без одежды. Многие ходят на пляжи и даже раздеваются до купательных костюмов. Сильнейшие ливни обрушились на, казалось, всегда солнечный Дубай. Символ города. Роскошные спорткары рассекали по залитым шоссе. В одних местах машины заливало паруль. В других люди катались по лужам на скутерах. Приезжие рабочие освоили лодки, каноэ. Вот двое нашли кусок дерева и расположились на стульях. Залиты автобусы, тротуары. На месте газонов появились фактически искусственные озера. Воду вот с этих газонов Дубая откачивали специальными машинами. Полтысячи инженеров, сотни машин работали в круглосуточном режиме. Сильнейший дождь затопил даже этажи некоторых знаменитых дубайских торговых центров. Возвращаясь к вопросу, являются ли погодные аномалии свидетельством глобального потепления, ученые предлагают обратиться к статистике за последние 50 миллионов лет и посмотреть на ситуацию в целом. И статистика показывает, что в этом промежутке времени глобальный климат имеет общую тенденцию к похолоданию. Антон Лениадов, Вести недели.